За нами будущее. В Заполярье завершился первый форум регионального отделения российского движения школьников. На пяти площадках ребята постигали новые навыки под руководством спикеров из других регионов. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. В стенах школа номер один оживлённо, несмотря на выходной день. Ребята разных возрастов в брендированных футболках и куртках спешат из кабинета в кабинет, что-то эмоционально обсуждают, поют прямо в коридоре, звонко смеются. Заходим в кабинет с табличкой «Гражданская активность». Здесь ребятам их куратор рассказывает о том, кто такой лидер и почему за ним идут люди. Всё это неспроста. На региональном форуме российского движения школьников нет неталантливых ребят. Их в принципе не бывает. Главное – научиться раскрывать потенциал. РДШ – это замечательное сообщество, это большой дом, в котором каждый наш школьник, каждый ребёнок может найти себя, может найти своё место, который может реализовать то, что он умеет. Не обязательно петь, танцевать или писать стихи. Достаточно просто быть, хотеть быть полезным обществу и делать для этого всё. И вот мы хотим и делаем всё для того, чтобы каждый школьник нашёл себя в нашем движении. Одна из самых оживлённых площадок информационно-медийного направления, где наши юные коллеги постигают мастерство журналистов. Здесь кто-то рисует стенгазету, кто-то пишет репортаж, а кто-то пробует себя в качестве ведущего перед камерой. На площадке мы пробуем свои силы. В телевидении мы создаём новости. Пока это новости для школьников, пока это друг для друга. Но когда-то вот из этих ребят, которые сейчас пробуются, возможно, мы увидим на наших экранах, и вы будете слушать их новости. На площадке военно-патриотического направления стоит звон металла. Ребята учатся сборке-разборке автомата, строевой подготовке и готовят игру-квест для остальных участников форума. Передвигаемся в школьный актовый зал. Здесь ребята по направлению личностное развитие учатся тонкостям организации мероприятий, занимаются режиссурой и репетируют закрытие форума. Эта организация дала мне очень многое. То есть, если раньше я была замкнута и боялась как-то показать себя, выделиться, то благодаря российскому длине школьников я с лёгкостью выхожу уже на сцену. Я занимаюсь в театральной студии, пою, танцую. И мне это помогло развить свои качества. То есть, если раньше я не знала о том, что мне это дано, то сейчас я уже с лёгкостью, если мне скажут, можешь выйти спеть, то я на самом деле спою. Мне не так страшно, как было до этого. Самые весёлые и находчивые репетируют своё выступление для финального концерта. Площадка КВН – это место, где ребят учат писать шутки и подавать их так, чтобы смеялись даже самые серьёзные эксперты и учителя. У нас вообще по всей России, в Российском движении школьников проходят такие форумы, вот именно такого формата. А в нашем регионе он, да, он первый. Называется он «За нами будущее». И действительно, за вот этими ребятами, которые сейчас находятся здесь, на форуме, и порядка 120 человек, более 120 человек, соответственно, будущее за ними будет. Все эти ребята здесь потому, что им интересно создавать себя как личность. И глядя на их горящие глаза, понимаешь, что наше будущее в надёжных руках. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».